ай блин дуловый брус вот что понадобится в первую очередь говоря точнее понадобится отрезок диаметром 100 миллиметров вот так вот обработку произвожу а вот таким резцом проходным жузепе буквально недавно выточил новую втулку и немного справился с биением алмазного диска но тем не менее нужно еще повозиться ничего ничего я сделаю так что биения вообще не было но пока так в принципе гораздо лучше стало гораздо доколе мы в непосредственной близости около токарного станка выточим точнее обточим гайку стандартная гайка 1 2 накрутил и точу понемногу нам необходимо просто убрать грань чтобы она была круглой в деревянной заготовке растачиваю отверстие до 20 миллиметров на глубину миллиметров 6 освежу так сказать салатик это нужно для установки вот этой вот гайки за кадром осталось вклеивание соответственно болтовой части назовем так и самой гайки эпоксидная смола творит чудеса еще раз обточу уже в собранном виде дабы исключить абсолютно все неровности имеющие место быть имею мысль попробовать придать дереву внешний вид как бы под кость под кость в кавычках естественно для этого для начала тщательно шлифую можно было конечно включить станок и шлифовать но в таком случае шлифовка производится поперек волокон нам же необходимо вдоль волокон так шлифовка качестве после наждачки кожаный ремень мой ретро кожаный ремень и самое интересное потребуется самый обыкновенный бесцветный крем для обуви так 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 дело не хитрое втираем ну не втираем всякую лабуду и пустые обещания политические а втираем крем ой запах какой занятие достаточно длительное но я думаю результат будет превосходный уверен в этом теперь потребуется нечто тяжелое а вот тут это мы используем так точно это запчасть от электродвигателя асинхронного достаточно увесистая штукенция как раз подойдет пожалуй пройдусь резцом во-первых уберу краску она не везде некрасиво а во-вторых немного подровняю хуже не будет вот он результат симпатично единственно мешает вот эта краска сейчас я ее быстро быстренько бурма шиной все пускай сохнет прошли примерно сутки суп должен быть в желудке в общем что касается моих попыток сделать под кость очень даже ничего я вам скажу мне почему-то кажется что камера не передает единственное что нужно отметить что лучше всего си эффект проявляется на светлых местах тут где дерево темнее не так похоже но на кость а там где светло светлые волокна там гораздо гораздо лучше в целом результатом я доволен можно было конечно как всегда как я больше всего практикую морилочкой затем лаком и все но почему-то но почему-то мне морилка поднадоела немножко захотелось что дальше потребуется потребуется вот такая старая стаместка у меня их несколько поэтому одну можно задействовать в случае отсутствия можно использовать нож от рубанка неплохо можно использовать отрезок от мехпилы тоже очень неплохо можно использовать даже ножницы ножниц по моей практике из ножниц очень классно получается превосходно но мы будем использовать стаместку да я вам скажу резать болгаркой в квартире еще то удовольствие но выбора нету не было точнее ножовкой обыкновенно я бы не отпилил опять явилась не дает мне работать хорошая хорошая в таком возрасте все интересно везде надо попроучаствовать привет привет самое интересное заточка толщину 4 миллиметра умножаем на 3,12 так вот и будет наш угол опача что после наждака ровную какую-нибудь поверхность можно стекло тысячная наждачка полторы тысячи ну и напоследок паста гои и отрезок кожи рекомендую одевать перчатки поскольку паста гои очень маркая руки потом тяжело отмыть и что называется торопись медленно вообще наша задача удалить микро заусенец который образовался на режущей кромке вот и вся суть этого мероприятия помимо указанного полирнул для пущей эстетической привлекательности протестируем само собой разумеется для свежеиспеченной стамески изготовим ручку ручка будет вот из такого материала не знаю что это то ли фторопласт то ли капролон неизвестно это какая-то ручка времен ссср может отскакалки не знаю вот так оно было я пилил сейчас обточим шайбу ручку колпачелло вот так будет свято свято наближается свято наближается свято вот такой вот комок алюминиевой стружки мне напоминает почему-то снег пригодится будем использовать а-ля наполнитель нужно же как-то использовать это барахлишку ну и не сложно догадаться эпоксидной смолой зальем с ручкой дело гораздо гораздо веселей с одной стороны кажется что ручка маловато и неудобно На самом деле, в резкой дверных замков я не занимаюсь, поэтому мне такой ручки, такой стаместки будет вполне достаточно. Для чего эта колотушка, я думаю, так же понятно. Стаместка и колотин. Штука архиудобная. Естественно, можно и этой. Родной, так сказать. Ну и так далее и тому подобное. В те времена, когда в столярных мероприятиях нет необходимости, стаместка помещается в свой дом. И вот и все. Секрет. Сюда можно еще и деньги лыкать. Точно-точно. Вот такая колотушка, вот такое изделие. Можно по улице ходить для самообороны, носить. Я думаю, я заслужил конфетку, которая освежает ум и разум. Аж свет. Видели, видели? Но посрал. Точно. Так. Все. Сюда. Сюда. Продолжение следует...